Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И мы продолжаем с вами разговор о подкормках и защитах наших плодовых и ягодных растений. Малина, пожалуй, одна из самых прожорливых рослинок в нашем саду. Ей, для того, чтобы она сформировала хороший урожай, реже годно, регулярно, нужна хорошая поддержка как органическими удобрениями в виде компоста, мульчи, перегноя, так и минеральными в виде подкормок, различными жидкими удобрениями, растворимыми, либо путем внесения в почву минеральных удобрений. Можно посмотреть вот на этот куст малины. Нужно сказать, что данной малине не очень повезло. На ней есть признаки серьезных расстройств именно физиологического рода по питанию. Первое, на что мы обращаем, это на салатовую окраску молодых листиков. Это говорит о том, что ей не хватает азота. А азот для малины, пожалуй, самый важный макроэлемент. Она очень требовательна к его содержанию в почве и требует ежегодного внесения азота, желательно в органической форме. Второй момент. Этой малине не хватает калия. На комчиках, на краях листьев мы видим характерную каемочку. Изменение окраски. Так бывает, когда растение испытывает дефицит этого важного макроэлемента. Здесь может помочь внесение растворимого сульфата калия непосредственно в почву. Дело в том, что распространенный сейчас у нас в магазинах и часто рекомендуемый, особенно старыми книжками по садоводству, хлорид калия не очень хорошо сказывается на растениях. Дело в том, что хлор, который содержится в сельвените, в красной калийной соли, для многих, если не сказать для большинства плодовых и ягодных растений, является все-таки токсическим элементом. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это выбрать сульфат калия. Здесь калий содержится и ионы сульфата, которые не оказывают токсического влияния ни на почву, ни на растения. Более того, сера сама по себе является важным микроэлементом, который нужен растению для роста и развития. Итак, вот этим вот кустам малины первое, что сейчас необходимо в период, когда она вступает в фазу цветения, это серьезная поддержка путем подкормки азотными удобрениями и внесения дополнительной дозы калийных. Как лучше всего это сделать? Конечно, лучше всего внести это все быстро при помощи, допустим, той же самой селитры в виде раствора, калийной селитры, аммиачной, кальциевой или натриевой. Но малина, как я уже говорила, она очень любит органику, поэтому желательно совместить два способа внесения. Это после прополки нашего малинника сделать ей внесение перегноя, дополнительного мульчирующего слоя. Это будет как такое длительное пролонгированное удобрение, потому что из мульчи азот вымывается постепенно в почву. А второй момент – это дополнительный полив под корень раствором селитры либо мочевины, где содержится достаточно много именно важного этого элемента. На одно 10-литровое ведро воды мы используем спичечный коробок с небольшой горочкой удобрения. Можно, конечно, оперировать граммами, но согласитесь, у всех ли у нас дома стоят весы, чтобы мы отметили, отвесили ровно 30 либо 50 грамм, а спичечный коробок всегда у нас под рукой. Итак, мы растворяем удобрение и вносим из расчета одно ведро на метр погонный нашего ряда малины. Но растению требуется, как я уже говорила, и поддержка еще калием. Можно совместить приятное с полезным, используя калиевую селитру. Но если его нет, используем сульфат калия. Опять же, путем внесения раствора под корень из расчета 60 грамм на 10 литров, это приблизительно 2 спичечных коробочка без верха на ведро воды. И тоже поливаем. Плюс, если вы хотите поддержать растение еще лучше, если симптомы голодания действительно очень серьезные, то здесь не обойтись без вне корневого внесения. Можно использовать кристаллон с повышенным содержанием азота, зеленый либо специальный. Можно использовать эколист, либо любое другое растворимое заболевание с обязательным содержанием азота, фосфора и калия. Его вносим по листу, стараясь выбрать погоду для этого пасмурную, чтобы капельки жидкости на листьях не обожгли их, работая как линзы. Либо вечером, утром, какой-нибудь свободный день. Сейчас наша малина вступает в фазу цветения. Уже показались первые бутончики. И скоро она вовсю распустится. И наш малинник наполнится гулом пчелок, которые будут ее опылять. Малина, кстати, является одним из лучших медоносов в нашем саду. И исключительно пчелопыляемым растением. И во время цветения, соответственно, мы не можем использовать никакие инсектициды, ну а также и фунгициды. Дело в том, что малина характеризуется постепенным созреванием урожая. Поэтому очень важно подготовить малину к цветению и плодоношению, серьезно ее оздоровив. Позаботиться о ее здоровье уже сейчас. Одним из опаснейших заболеваний малины являются пурпуровая пятнистость или дидимелла, а также белая пятнистость. Она развивается на побегах малины, особенно в нижней их части, и особенно сильно поражает загущенные посадки. Развиваясь на побегах, она не дает им нормально расти. Они постепенно засыхают, теряют листья, растение слабеет, и мы теряем опять же урожай. Помочь справиться с грибковыми болезнями у малины может такой препарат, как бордовская жидкость, азофос, медекс. При обработке стараемся особенно тщательно обрабатывать нижнюю часть куста, именно ту, где больше всего скапливается влаги, где сыро и темно, где все условия для развития грибка. Также у малины есть проблемы с различными пятнистостями, поэтому однопроцентный раствор медного купороса, либо азофоса, медекса, купраксата, абегопик способен и значительно сдержать распространение этих болезней на листьях, листовых пятнистостей. Кроме того, малину очень любят различные насекомые, как листогрызущие, начиная с майского жука, так и заканчивая различными листовертками, жучками и прочими листобложками. И сейчас, пока она не расцвела, мы еще можем побороться с этими вредителями, ведь потом, до момента уборки урожая, мы в свой малинник с химикатами не пойдем. Чем мы можем помочь малине справиться с вредителями насекомыми? Это, конечно же, препараты инсектициды широкого спектра действия, например, актора, болиам или мавента, которые обладают еще и акарицидным действием. Особенно это важно для тех местностей, где климат сухой и жаркий, где все условия для развития различных клещей, которые могут нанести малине очень серьезный ущерб. В таком случае мы обрабатываем наши посадки в утренние или вечерние часы, стараясь обильно смочить листовую поверхность как сверху, так и снизу. Кстати, именно сейчас начинает активно распространяться такое опасное насекомое, вредитель малины, как малинная галлица. Я думаю, многие из нас видели вздутие на стеблях малины, из-за чего она перестает расти и просто постепенно этот побег засыхает. Поэтому обработка каратэ, детисом, акторой или искрой наших посадок малины до цветения может справиться и с малинной галлицей. Итак, чтобы получить хороший урожай малины, уже сейчас до ее цветения мы должны сделать три важных дела. Первое. Разобраться с болезнями, провести защитную и профилактическую обработку препаратами меди, либо другими разрешенными фунгицидами наших малинников. Второе. Мы должны разобраться с насекомыми-вредителями, чтобы сократить их численность у нас в малиннике перед созреванием ягод. И, наконец, третье. Это обеспечить малине хорошую подкормку макро- и микроэлементами, полным комплексом, с обязательным преобладанием азота именно в этот период. И, конечно, равномерный полив и своевременное мульчирование наших посадок малины. И тогда она отблагодарит вас действительно шикарным урожаем крупных и ароматных ягод. Процветание вам и вашему саду! Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши сюжеты. И до новых встреч! С вами была Юлия Кондратенок.